Всем привет! Я сегодня делала сырники с маком, вот красиво их вам разрежу. Это обычный рецепт сырников, по которому я готовлю. Просто у меня был мак, я его добавила. Так как-то интереснее уже, по-новому что ли. Сегодня собираюсь убирать. Так потихоньку уже постирала, повесила вещи. В холодильнике там какой-то порядок навела. Сейчас буду бегать, приводить квартиру в порядок, как влом. Мало того, что шапку уши не закрывает, так еще я выбрил голову. Простите. Тебе не холодно? Мне жарко. 12 градусов на улице. Все равно. Жарко? Всем добрый вечер. Мы едем химчистить свою ауру. Или посылку сначала заберем? Ну, не знаю. Нам по пути ж. Подожди, странные пешеходы, которых надо посылать. Да, мы заберем посылку. Нам большая посылка пришла. Из Португалии, от зрительности. Попозже об этом будем говорить. Тут я взяла пакет большой, ну как большой, там пальто и мое пляжное платье в химчистку. Почему я взяла это пляжное платье? Потому что хочу проверить химчистку. Там есть пара пятен ржавых именно, которые не антистироваться машинкой. Мне интересно, возьмет ли химчистка. Вот и все. Вот так вот. Сегодня надо действительно тепло. Леша прав. Сегодня теплее еще вчера. Утром было холодно, утром дождь был, так и до обеда. Там нормально. На авторынке очень сильный прям. Прям холодно было. Тучи такие. Может, не надо было шапку надевать. Только волосы приплюснут мне. Нормально. Что, он вылетал на встречку? Я не заметила. Да ничего, надо задернуться. Да что, мы посылку на Вродопути заберем. А не до шести. Что, до шести? До шести работает. Да? Ну, да ладно. Сейчас, беглеешь, заберешь. Марина Ворусеева, я. Это написано хрупкое, но это про меня. Почему? Не знаю, потому что хрупкое. Нет, просто... А, тут типа адресная доставка написано. Ну, вообще-то да. По идее, должен был курьер доставить. А доставили Марина Ворусеева. Там что-то типа есть. Бомба. И разлетелись мы с той стороны. Как конфетти в прошлую новогоднюю ночь. О, да. Ужас. Их можно... Ой, ВТБ. Этот. Я вижу, ВТБ дождик. Видите, переливается. Иду. Может, это ВТБ на Грибле опять как не в себя. Хотя, вроде бы, все по теме практически. Добрые вещи. А что это значит? Марина, давай возьму этот пак воды. Не дает, богерой. Когда очень долго не ходил по магазинам. И соскучился за этим ем. Еще и посылка большая. 10 килограмм. Еще килограмм 20 в рюкзаке. Мы получили посылку, как я вам уже и говорила. Это большая посылка от зрительницы из Португалии. 10 килограмм весу. Потому что ее еле дотащил. Сейчас мы будем с вами вместе смотреть, что здесь. Я, конечно же, не умею нормально открывать посылки. Кстати, девушку зовут Татьяна. И у Татьяны есть свой канал. Она, ну, так как живет в Португалии, она снимает жизнь там. Я видела, что у нее на канале и путешествия есть. Она и Испанию показывала. Она на Западной Украине была. И, насколько я знаю, Татьяна еще и сертифицированный нутрициолог. Поэтому мне очень интересно, что будет в этой коробке. Если я, конечно, смогу ее открыть. Помочь? Может быть, с Тлешиной помощью мы ее откроем. С Божьей помощью. Бог поможет. Давай. Пока Татьяна открывает посылку, я хочу сказать, что в описании будет ссылочка на канал Татьяны. Тоже заходите, знакомьтесь. Я думаю, вам будет интересно. И передайте привет от нас. Что вы пришли конкретно от нас. Да. Вижу записку. Татьяна будет привет. Записка есть. Все, это самое главное. Я ждула записку. Так, продиктовать теперь или словно? Давай я прочитаю. А ты мне прочитаешь? Лёша и Диана. Мое имя первое, значит, я должен читать. Надеюсь, что вам понравились эти португальские гостинички, которые были собраны в эту посылку с позитивом и хорошим настроением. Мне очень нравится ваш канал, и я всегда люблю новые видео о вашей жизни, путешествиях и вкусных рецептах. Я живу в Португалии. Это прекрасная страна. Если никогда не были в ней, то обязательно рекомендую посетить эту страну. Ой, примарка. Мы как раз недавно, кстати, говорили. Ты говорила, да. Я хотела. Хотела побывать в Португалии. Эта страна и Атлантический океан никого не оставляют равнодушными. Жду вас в гости. Я всегда рада новым знакомствам и зрителям. До встречи в Португалии. Таня Португаль. Португаль. Португал. Я не знаю, как правильно сказать. Португал. На канал называется Таня Португал. Вот. Португалия просто будет говорить. Ну, название. Все-все-все будет в описании. Да. Спасибо большое. Ну, как бы, мы еще не знаем, что здесь, но нам уже очень интересно. Потому что тут куча всего. Ха-ха-ха. Ой, мамочки. Ребята, вы знаете, мы последнюю посылку, которую получали, такую большую, наверное, была из Израиля. Все посылки шлются из разных уголков мира. Да, Америка, Израиль. Ну, тут прям, ого-го. Капель. Ну, начнем. Ты показал все? Да. Начинай. Боже мой. Я даже знаю, надо как-то, наверное, установить камеру. Потому что я все равно не могу сидеть на одном месте. Меня шатает. Ну, ладно, начинай. На попу. Сядь. На попу? Давай не будем говорить про мою попу. Итак, елочке, игрушке, можно вставить свои фотографии. Леш. О, это прикольно. Я могу сейчас на твою самую красивую фотографию. О, девосек, так тут уже есть твоя фотография. Класс, ребята. Это ж ты. Что, прикольно? Это ссылка с новогодней атмосферой. Вот это очень здорово. Это невероятно. Это невероятно. Это очень круто. Показывай, девосек. Давай по очереди начинай. Газетку почитать тебе вот. Это тебе. Португальская газетка? Да, это все остальное. У меня, кстати, есть французская газета. Мне... Я учил французский в лицее. И я мечтал постоянно, всегда во Францию попасть. И... У, короче, моего одногруппника девушка-модель была, и она ездила во Францию. И специально для меня она купила там газету. Она была девушка-моделька, знаешь? Да. А он знал, что она для тебя специально... У меня кличка была француз. Из-за моих едких-редких усов и французского языка. Так что все нормально. Мы потом еще поговорим про эту историю. Так, поехали. Поехали. Открытка. Привет, солнечная Португалия. С наступающим новым 20 тысяч... 20 тысяч... Диана увидела огромную посылку и потеряла дар речи. Да я в шоке. Смотри, какая красивая. Я же люблю еду. Ой, смотри, как круто. Узенькие улочки, трамвайчик. Я больше хотела туда. А там еще природа, говорят, шикарная. В Португалии охрененные для отдыха и погода. Ну, как нет. Просто так. Что-то мне свои клиенты, подарок. Конечно, португальские газеты, не чертайся. Я бы сначала подумала, что это еда для кошечек. Я тоже. Упаковка похожа. Зачем я покупал, то нет. Это ту нет, да. Причем 93% ту нет, масло оливковое 6% суток. 93% у нас 75% в наших консервах. Масло, масло. Ух, ничего себе, смотрите, какое. Васка да гама. А по-русски? Я обожаю манго просто. Я обожаю сушенную манго. Короче, нам, наверное, к вину не надо было брать ничего, да? Да, мы сегодня через вина выпьем, то, что мы наконец-то уже можем его выпить. И выпьем за здоровье Татьяны. И за развитие ее канала. И нашего. Ха-ха. Так, блин, Диана так смотрит, не знает, за что хвататься. Я вижу еще кое-что новогоднее. Вот, Алеш. А, это оливки. Ёлки-палки. Я думаю, маме с папой отсыпем. А я думал, я думал, это упаковка какая-то. Как она распаковывается. Я начала разворачивать, думала, там что-то будет. Класс. Тут что-то есть. Вот это посылочка. Мне уже нравится все. Остальное можно было не слать, в принципе. Леденцы с хвойным вкусом. С хвойным? Они помогают от боли в морду. Ну, подожди, это ж не ментол, не эвкалипт. Что значит хвойный вкус? Ты рассасываешь и будто бы грызешь ёлку. А ну, открой, дай мне одну. Я хочу погрызть ёлку, да. Ну, а, это ж новогодняя посылка, ты же понимаешь. Это какие-то каллы. Дорогие и красивые. Дорогие. Попробуем, кто хочет знать, какая на вкус ёлка. У меня запахи не до конца вернулись, а вкус чувствую. Вообще нет, поэтому я запаха лошения ощущу. Плямкой там поближе к камере, всем это очень нравится. Мукбанг. Я бы не сказал, что это... Блин, это... Это ни с чем не сравнить. Мы ждём. Я даже не знаю. Вкусно? Это охрененно. Это самые вкусные леденцы, которые я когда-то ел. Я даже не знаю, ну, сказать, что... Хвойный вкус, но... Это что-то просто очень вкусное. Я не могу... Слушай, такое лицо смешное не похоже. Я, правда, я просто не могу описать, что это. Ты очень долго говоришь о конфетках. Короче, это вкусно. Это тебе очень впечатлило. Угу, очень вкусное. Ну, так это отлично. Дианочка, знаю, как ты... А, знаю, как Дианочка пришла. А, знаю, как Дианочка пришла. Не могла пройти мимо них. Ой, это новогодние свечи, смотрите. Это на новогодние свечи. Я ближе показываю. Я их понесу к родителям, если мы будем все вместе отмечать, и мы зажжём эти свечи. Красиво. Для фотографий. Особенно для фотографий. Для фотографий, это самое первое. Продолжай. Молотый кофе. Это варить, да? Да. Нет, это варить. Кофе варить, растворимый. Диана. Неважно. Диана, стой. Возьми так, встань. Выдохни. Все нормально. Посылка с Португалии. Большая. Верю. Тут просто все такое, что я на него смотрю магазин, но никогда не покупаю. Потому что, мне кажется, это жаба глядает. О, прищепки с оленями. Класс. С оленями? С оленями. Маски. Я на них тоже где-то видела их. Похоже. Боже, тут столько всего. Мама родная. Я не знаю, за чем брать. Так в очереди бери. Посмотрите, какой-то сыр. Я думаю, это сыр. Гляньте, какая упаковка обалдена. О, так мы уже, короче, на Новый год затарились, да? Ну, похоже, у нас тут все есть на Новый год. Или на мой день рождения. Или на твой день рождения. Вот, например, этот бекон. Сыр. Ну, бекон. Блин, у меня какой разный сыр. Лихомарь. Прошут. Резунтовый. О, тут с острым перцем, с томатом и просто сыр. Это овечий. Или... Там овечка нарисована? Там нарисована корова и овечка. Типа, как повезет. Я даже не знаю. Бекон. Ну, или прошут. Я не знаю, что это именно. Палетта резерва. С этим можно сделать палочки. Прошута. Грессивные. Прошута, девасяк. Или феники в беконе. Это очень вкусно. О, на мой день уже стол. В принципе. Там мы можем все, что тут в коробке, поставить на стол. О. Смотрите, понетонни маленькие. С Португалии. Ну, так вот уж. Так, их тут. Они вот два рядышком влезали. А, это знаешь, просто наша зрительница смотрит, она знает, что три семьи, три сыра, три должны быть понятонними. Это все да. Согласен. Согласен. Ну, мы можем уже на Новый год, блин, это как? На мой день рождение. На мой день рождение, кстати, или на мой день рождение, или сегодня съесть вино. Диана. Это очень сложно. Охрененная конфета. Ну, я не сильно чувствую, не хочу пока. Просто, если бы, я думаю, если бы у меня было еще воняние нормальное, был бы еще какой-то запах. А вот, ну, вкус бесподобный. Витя, Татьяна, понравилось. Сюда увидимся. Надо было ему только леденство слать, и все. Сушеная клюква. Ой, спасибо за клюква. Знаете, почему? Потому что я каждый год зимой делаю рождественские венки и печенье. Помнишь, кого вы знаете? Да, не в клюкву надо. Я их украшаю только тыквенными семечками и только клюквой. Ну, если я ее не съем на завтрак. Она крупная такая. Нет, не трожь. Слышишь, она крупная такая. Вот именно, поэтому тоже не трожь. Не надо. Так, тут что-то запаковано. Давай, давай. Она хрупкая что-то. Давай, Диан, по очереди. Мне кажется, это соус какой-то. Ладно, давайте дальше. Ой, хи-хи, не могу. Какая прелесть. Это все по фоткам в инстаграм. Это же не вот так важно-то съесть. Смотрите, Дед Дедушка. У Дианы сезон Деда Морозова открылся. И Мишки, гляньте, какие хорошенькие. Ой, какая прелесть. Да что она? Ну, конфеты. Шикарные конфеты, да. Ну, я ничего не понимаю. Тут вообще на английском написано. Там не должно быть. А, испанский, португальский и немецкий. Все. Ну, так я же тебя чел. Даже не на английском. Все вымена. Какие это конфеты? Класс, спасибо. Они такие новогодние. Мишки, мишки, мишки. Ой, какая прелесть. Продолжай. Бери все подряд. Бери, здесь маленькие вот. Вот, рождественский кекс с цукатами и изюмом. Это что-то типа... Да, это мини-штолин. Мини-штолин, для этого хорошие. Надо каждый вот хорошие делать. Это мини. С катами и изюмом. Ну, какая прелесть. Боже, какие вообще. Как они тонкие, что ли. Блин, у меня с понедельника вообще-то диета. Еще и пряники. Ну, что, помаши своей диетой ручкой. Джинджер бред. Джинджер. Очень прикольно слово. Так звали курицу. Да, джинджер. Имбирные пряники. Имбирные, да, какие они. Смотри, с шоколадом таким. Мы, наверное, правда, разделим всем, потому что... Потому что я на диете. А, а вы ведь не подумал. А может быть, я сама все хочу съесть? А тебе не надо. Мы все разделим, потому что я на диете. Лена, у нас все общее, поэтому мы на диете. Мы на диете. От соблаза не может быть сжатся. Да. Пряники, роднички понравятся. Хотя, не знаю, если он... Он не сильно, по-моему, пряники ест. Да, все он ест. Пряники с вареньком, по-моему. Шоколадные, да. Сердечки. Боже, какой у тебя такой... Такой цифровал. Да. Все хочется рассматривать подольше, если честно. Это точно Новый год? Колбаса. Это... На какой Новый год? На следующий Новый год. Думаешь, долго хранится? С каких пор ты начал на испанском разговаривать? А чего? Португальском. Пожалуйста. Не, ну ты начала читать так внимательно. Так вот еще пару такого чего-нибудь достану местного и заговорю. Долбаса. Мне кажется, она очень вкусная. А что это такое белое на ней? Кокаин. Их очень много продают тоже, вот ты видела. Это кокаина. Ананас. Ой, помнишь, мы на нас покупали, когда мы ехали на Западную? Сколько мы его съели тогда? Это так вкусно. Вот манго. Именно сушеный ананас. Это он даже, наверное, манго переклинил. Именно не цукаты вот эти вот когда-то. Да, просто сушеный. А вот это вот. А тут, наверное... О, сто процентов фрукты. Да. О-хо-хо. Откуда вы знали? Это вообще... Откуда? Я вчера... Мама говорит, я люблю миндаль в ойком шоколаде от Рошен. А я говорю, а я очень люблю изюм в шоколаде. Изюм в шоколаде. Я его сто лет не ела. Я его очень люблю. Это прям, не знаю, сто процентов. Это по-байке. Я даже захотела... Знаешь, как морские камешки. Попробуй. Морские камешки твердые. Попробуй. Давай. Нет. Блин, охрененная посылка. Пробуй, пробуй. Чего ты? Открывай. Мне что-то неудобно. Это паштеты. Тут у нас... А я даже не знаю, что это. Это осьминог какой-то. Это осьминог стопроцентный. В масле. Ты... Наверное, осьминог в масле. Знаешь, что нужно делать осьминогу? Салат. Нет, его надо есть. Это очень вкусно. Даже не спер, потому что я... Не чувствую вкуса, да? Они просто мягкие. Вот, это мое горе было. В детстве, когда я тоже очень сильно люблю шоколад с изюмом. Да? Да, и когда покупали, даже на этой же марке, если он долго лежит, он становится очень твёрдым. И вот, когда ты откладываешь его, откладываешь, начинаешь есть, он как камень. Да, потому не люблю морские камушки. Продолжай. Подряд все. Что ж ты заглядываешь так? Сыр? Камамбер! О, Диана. Камамбер приехал! Чего я радуюсь? Если Диана не идёт к камамберу. Да, я просто хотела очень сильно запечь камамбер. Вот так прям. И я вот это же и сделаю. Спасибо большое. Ой. Ой, это шо? Тоже сыр? Мармелада, якась. А чё, мармелада? Это не сыр. Нет, это не сыр. 8 порций. Порталли, может, такое я? Нет, тут что-то крема де мембрило. Её просто. Какая крутая посылка, я фигею. Я что-то не достаю, то всё... А, это может... Более. С грушей? Может, это сыр какой-то? Не знаю. Блин, когда всё это есть, когда всё это проводят? Посмотри, настоящая шоколадная колбаска. Ого, спачки. Я её никогда не готовила, но мне кажется, это очень вкусно. Шоколад, это какой-то... С печеньем. Ещё с печеньем? Да, с печеньем. Белые прожилки и печеньем. Какие-то, Лёна, стопы. Блин. Новогодняя зимняя прожилка. Ну, что вы наделали, Татьяна? Наталья, что? Что вы наделали? Татьяна, что вы наделали? Татьяна. А вот ещё, смотри. Это то, что Карина каждый год любит готовить. Апельсин в шоколадке. О, это сегодня с вином будем. Это очень. Я ещё не на диете. А то всё можно с вином. Ну, ладно, кроме вот этого вот сыра, колбасы, которые на Новый год. Вот это мы на ёлку повесим. Это шоколадки. А, не ладно, смотри. Тут мишки, а здесь шишки. Мишкины шишки. И шишки. И мишкины шишки. И мишкины шишки. О, неужели это адвент календари? Боже мой, я дождалась. Нет, я не ждала, что меня к тебе пришлёт. Я хотела сама купить. Знаешь, что такое адвент календарь? Да. Я правильно понимаю? Нет. На Новый год и календарь шоколадный. Один вам, один маме Ири. Да? А, какой маме? Любой. Съедаешь его? Да, ты вот типа съедаешь, и там что-то может быть внутри. Есть задания, есть пожелания. Ну, по-моему, вот. Ну, я не знаю. Может, это просто шоколадки здесь. Но есть конкретно прям с заданиями или с пожеланиями, что-то такое. Красивые. Красивые салфетки. Глянь, присмотри. Оно, вот не... Салфетки красивые очень, спасибо. Прямо на новогодний стол. Да. О, это большой олень. Его можно повесить на дверь. Да? Вот это прикольно. Прикольный олень. Вообще супер. Где Исек? А что его Исек? Ты на меня хочешь повесить? Похож? Похож. Ну, похоже. Так, шоколадочки. О, одна с соленой карамелью, другая с ананасом. О, плакала моя фигура. Да не страдай, на. Ну, ты же знаешь, я же хотел к путешествию привести себя в порядок. Ты можешь себя привести в порядок и не есть это все? Да, конечно. Ищи дурака. На кровати нож. Столько, сколько здесь вкусностей. Капец, я в шоке вообще. А, там несколько чего-то запих... О! Я буду еще это рассматривать. Мне кажется, это какие-то соусы или варенье. Нет, то испанское вино большое. Это явно не вино. Это нет, большое он. Нет, это похоже на соусы очень. Нет, это вино испанское. Ты хочешь думать, что это вино. Ой, испанское, португальское. Это все раз, если шоу. Не рви газеты, я буду читать португальские газеты. Ты не знаешь португальского языка. Я выучу португальский язык. Я оставила там на... Мало. Какой-то мужчина тут в очках. Там написано сверху. Я уже поняла, что это. Покажи сверху. Варенье из тыквы. Варенье из тыквы, боже мой. Хорошо, что оно успело прийти осенью. Без сахара. Без сахара? Да. Слушай, надо пожарить блинчики без сахара и съесть блинчики без сахара с вареньем без сахара. А какой же вкус варенье без сахара? Ну, оно может быть со стелия и с чем угодно. Ты шо, Рок? Мне прям интересно. Так, какое тут варенье без сахара? Или какой тут сахар без варенья? Тебе помочь? Не-не, нормально. Я разберусь. Там у тебя уже 20 минут обзора. А? 20 минут обзора. 20 минут? Да. Ты шо, серьезно? Так, ну что-то красненькое. Помидоры. Ты держишь. Помидоры. Да, сверху. Варенье с томатов. Чего? 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 Оно соленое или сладкое? Ну, варенье подразумевает, что оно сладкое. Нет, там на русском написала женщина, а там написано джем. Джем не обязательно? Томато джем, джем это варенье переводится. Ты чего? Джем это джем. Ну, повидло типа по нашему джем. Это густое варенье. Ну, а почему нет не сладкого варенья? Нет. Варенье изначально подразумевает. Ну, я так думаю. Очень необычное. Я бы не рискнула с блинчиками его. Я бы скорее его... Серьезно, вот. А может он уфатый? Я не знаю. Блин. Заинтриговали. Ой, да. Оливковое масло. Может быть, но нет подсветки. Ну, похоже, поэтому похоже. Что это? По бутылке похоже. Что это такое? Ты, может, правду провела? Это вино! Ха! Это мне! Потому что оно розовое и маленькое. Какое классное вино! Боже мой! Читаря так сказала. Я думал тоже по бутылке, что это какой-то соус. Я думала соус. Ну, соусы в таких бутылках просто. Матеус the original. Его можно есть. Рыба, пицца, паста. Его можно есть рыба, паста. Что? Приборы. Его можно есть, пить, жарить, варить. Готовить, да. Это и так прикал. С беременным нельзя. Выливать мусорку тоже нельзя. Естественно. Какой дурак вино в мусорку выливает. Класс, спасибо. Вот это вообще прелесть. Когда мы это откроем? Сегодня. Давайте будем представлять зрителей на Новый год. Сегодня. Это шампанское или вино? Вино. Ну как-то. Я обожаю просто маленькие пустилочки. Это вообще прелесть. Пустые? Я не алкоголик. Не подумайте. Просто это очень мило. Пустые. Я пойду насобираю тебе. Так, мы, конечно, все посмотрели. Татьяна. Ну это вообще Татьяна. У вас такое красивое имя. Так хочется сказать Татьяна. Татьяна. Именно на вы так сказать. Да, он именно Татьяна. Осторожно письмо. Ой, письмо. Не, не прови. Спасибо вам огромное. Это вообще шикарная посылка. Это просто шикандос. Мы, конечно же, всем поделимся. Я шучу про это все. Ну как шучу. Ну а что не доедим, когда нам плохо станет, мы поделимся. Муковки. Да вы шутим. Нет. Все такое новогоднее. Все такое изысканное. И что-то очень необычное. Я думаю, проще действительно. Много чего можно использовать конкретно на праздник какой-то. Вот ты со всеми поделишься, да? Так и будет. Ну, пряники. Не сутулись, а так ты сбор била сильно. Это новогоднее все. Вот это все. И вот эта колбаска шикарная. Смотрела. Прямо даже разделена. Каждая на кусочек. И упакована проливу. Это принесли. А при кем мы такие. Вау, вау. У них это в Португалии что-то типа как наши эти рулеты. Понял? Вот эти самые. Обычные, да. Бисквитные. У нас, наверное, в школе на каждый праздник приносили их 10 штук. Ими уедались просто. Я очень любила бисквитные. Еще я нынче по одному еще и ступал. Да, причем это сейчас, понимаешь, они там, ну, они очень дешевые, действительно. Они химозина. Да, тогда прям в восторге были. До сих пор была бы рада бисквитику, потому что, ну, это вкусно. Не, ну, очень здорово. Прямо. Да, ну, тут раз, если за каждый раз опять говорить, можно вот и петь бисквит. Еще полчаса до видео снимать. Спасибо. Да, огромное вам спасибо. Восторг. Ссылочку еще раз на звание, как канал называется? Таня Португаль. Ну, будем Таня из Португалии говорить. Да, Татьяна. Заходите, ребят, на канал. Передавайте от нас привет в комментариях. Я думаю, что Татьяна там показывает явно побольше интересных продуктов, чем даже нам прислала. Потому что она там живет. И посмотреть, как живет наш человек в Португале, это очень интересно. Ну, я там хочу побывать, конечно. Если что, имейте в виду. Мы, может быть, приедем. Хочу адрес написать. Вы так позвали, но если вдруг мы соберемся, чтобы адрес мы не нашли. Да, 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 да. Я шучу. Спасибо огромное от нас, Леша. И вообще от всей нашей семьи. Всем будет очень приятно. Я думаю, да. Получить что-то от нас. Тут просто очень, практически все уникальное такое. Да, очень необычное. Даже не то, что уникальное, как именно специфическое. Как правильно сказать? И с душой. Вот прям такое что-то, да, необычное. С душой разувидно. Это очень душевная и огромная посылка. Что ж, все хочется попробовать. Еда. Господи, людям нужно хлеба и зрелищ. Поэтому, спасибо вам большое. Переходите, передавайте от нас привет. На этом огромное видео, да. Будет заканчиваться. Спасибо всем, чтобы посмотреть до конца. Увидимся. Едем в день, пожалуйста, кстати. Две. Так что приходите. Переходите в Инстаграм. Все, всем пока.